Пугачева не смогла продать дачу, поэтому сдаёт в аренду за 23 тысячи долларов. Тимур Иванов, бывший замминистра обороны России, отбабахал неплохое поместье. Посмотрим с высоты птичьего полёта. Невеста Лепсона цепила на тебя украшение на 67 тысяч долларов. Волочкова против того, чтобы артистам запретили выступать пьяными. Самые яркие и интересные новости обсуждаем вместе, чётко без воды. С вами Жан Содель, здравствуйте. Вставать с кровати можно головой врезаться о потолок, за то есть бассейн и кровать со шторками от мух. Пугачева не смогла продать дачу, поэтому сдаёт в аренду. За месяц хочет 2 миллиона рублей, то есть 23 тысячи долларов. Телеграм-канал Шот пишет, что площадь 760 квадратных метров. Продавали этот особняк за 150 миллионов рублей, то есть за миллион 750 тысяч долларов. Дом Пугачева переписал на своего внука Никиту Преснякову. Именно поэтому, быть может, он прилетел сейчас в Россию спустя 2,5 года для того, чтобы сдать поместье. Построено оно в 1999 году. В условиях аренды прописано, что 23 тысячи долларов цена. Это если снимать помесячно до 11 месяцев. А если больше, чем 11 месяцев, то скидочкой получается 20 тысяч 700 долларов. Бонусом к дому идёт управляющая. Она стирает, готовит, всё за тысячу долларов в месяц. Дизайнерская мебель, лестницы, на сокольном этаже кинотеатр. Помимо этого бильярд 6, спален, спа, хамам, бассейн, кроще навороты. Ремонтировать дом не надо. Реконструкция была в 2020 году. Тимур Раванов был не просто заместителем министра обороны России, но ещё и зажиточным человеком. Телеграм-канал Мэш показал, как выглядит его поместье с высоты птичьего полёта на Волге. Цена особняка 2 миллиарда рублей, то есть даже 23 миллиона долларов. Обычный человек, работяга, который вкалывает, горбатится на стройке или уже грузчика в магазине, ну просто никогда не заработает, да и близко такой суммы. Прошла информация, что поместья это могут снести. Оказывается, не было разрешения на постройку. То есть это самострой. Там значится 8 гектаров участка, 3000 квадратных метров жилой застройки. Помимо этого спа, бассейн, домики для прислуги. Даже вертолётная площадка с ангаром. Просто полная дичь. Я бы сказал, даже полнейшая. Кто такого коррупционера до верхушки допустил? Невеста Григория Лепса Аброра Киба продолжает хвалиться, что денег у неё достаточно. Она цепила на себя украшения аж на 6 миллионов российских рублей, то есть на 67 тысяч долларов. В СМИ пишут, что украшения из белого золота с бриллиантами. Только серёжки стоят 11 тысяч долларов, примерно даже один с половиной. Ну и колье 56. Красивая девушка, ну зачем богатством публику-то раздражать? Народ концы с концами зачастую еле сводит от зарплаты до зарплаты, от пенсии к пенсии. Думают вообще в этот раз бутерброд на праздник с рыбой красной, либо просто с маслом. А тут такое, да? Не так давно сообщал, что Лепс пригласил в Турцию Аброру Кибу. Там же была и будущая тёща. Как по мне, Лепсу она подходит куда больше, чем Аброра Киба. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Анастасия Волочкова против того, чтобы артистам запретили выступать пьяными. Говорит, полный бред. Написала в Инстаграме цитату. Почему из-за некоторых людей нужно устраивать позорище артистам, которые преподносят высокое искусство в массы, которые тратят часы ежедневно, чтобы поддерживать форму, профессионализм, просто под одну гребенку сейчас загребают. Это реально бред, отметил Волочкова. Вот так вот. Не поддержала она инициативу, которая пошла от Госдумы. Быть может, вдохновение и надо, да? И вот без вдохновения не выступается. Ранний депутат Султан Хамзатов предложил проверить артистов, не опрокидывают ли они за вратник, не нюхают ли чего. Волочкова уже действительно часто видели под шофе, именно поэтому этот депутат перешел ей дорогу. Такие вот новости, друзья. Что думаете о бизнесе Пугачевой? И вот решила сдавать за 23 тысячи долларов. Готова ли снять? Что думаете про особняк Тимура Иванова? Зачем его сносить, когда можно сделать там, к примеру, санаторий, но опять-таки по доступным ценам, либо вообще почти за бесплатно, чтобы каждый себе мог позволить. Все же менее строилось, как я понимаю, за бюджетные деньги, да? То есть за деньги народа. Логично, чтобы народ-то и пользовался. Что думаете о богатстве оброры Кибы? Зачем выпячивать? И по поводу сухого закона, против которого Волочкова. Все, что думаете, пишите в комментариях, именно там вместе обсуждаем самая яркая тема. Находим истину. Обязательно оцените видео, чтобы вы видели другие. Подпишитесь на канал. Очередной выпуск новостей уже завтра. Вместе будет интересно. Можете и поддержать канал. Номер карты и ссылка на донат в описании под видео. Спасибо, что со мной. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня, шикарного настроения. Кстати, есть я в соцсетях. В Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте. Подписывайтесь. С удовольствием будем, так сказать, дружить и вместе жить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова